Сегодня ночью под покровом густой уральской тьмы криминальный квартет примечательной внешности, все в черном и только один в светлых штанах, все в капюшонах и масках, хотя на улице маски не обязательны даже в пандемию, совершил два налета на магазины торгующей техникой. Один неудачный, а второй на 250 тысяч. Начнем с хорошей новости. Порядки хронологии. В половине четвертого часа утра четверка злодеев проверила на прочность стеклянную витрину магазина инструментов «Штиль», что на углу Луначарского-Куйбышева. Четверо мужчин, очевидно, что намеревались разбить витрину, потому как двое пришли на дело, вооруженные топором и молотком, у оставшихся двоих в руках было оружие пролетариата, то бишь булыжник. Но случилось неожиданное. Стенобитно вооруженный квартет уткнулся в непробиваемую стену из стекла. Налетчики ее били и топором, и молотком, и бомбили камнями, и пинали ногами, и давили всей массой тела, не помогло. Стекло держало удар, как железобетон. Парни так истово долбили витрину, что со стороны могло показаться, что этот магазин имеет какое-то отношение к Хорватии. Только ближе к концу первой минуты атаки налетчики вспомнили сказку про репку, где только сообща люди и звери смогли пройти первый уровень квеста. И всем квартетом навалились на уже наджабленное пуленепробиваемое стекло. И все-таки его продавили, но не более того. В дыре перед ними вырос второй слой стекла. Налетчики сообразили, что если и его они будут долбить минуту, то на сам налет у них времени вообще не останется, и их приделает охрана или заметят ночные прохожие. И потому ровно через минуту после первого броска камня в чужой огород налетчики покинули поле брани. А брани, думается, было немало. Пик-пик-пик-пик, блин, какое крепкое. И это про пиво. Что касается стекла, там вообще, наверное, был мат. Как показала практика и видеозапись, этим обидным поражением четверо крепких, настойчивых и целеустремленных мужчин довольствоваться не стали. А на машине переместились из центра Бурга на Уралмашскую окраину на Бакинских комиссаров, где бомбанули таки магазин Керхер, который торгует пылесосами и прочими мойками высокого давления. Очевидно, что сегодня ночью работники молотка и топора отрабатывались исключительно по ферме, по дорогим заморским товарам. Через час после фиаско на Луначарского топорные молотобойцы разнесли стеклянные двери магазина Керхер и за полторы минуты потырили пять товаров. Большой пылесос, три бытовые мойки и одну профессиональную. По предварительной оценке руководства торжища урон у грабителя нанесли примерно на 250 тысяч рублей. Но согласитесь, это не так интересно, как борьба с пуленепробиваемым стеклом. Таких-то ограблений мы видали и не раз, а вот так, чтобы витрина наглухо остановила групповой налет, это вот прям для наших широт экзотика. Наверняка это очень дорогое стекло. Но согласитесь, оно гораздо эффективнее, чем сигнализация, видеокамеры и даже живой сторож. Понятное дело, что в обоих случаях владельцы торговых точек написали заявы в полицию. Силовики по видеозаписям пытаются вычислить физические лица грабителей в масках и капюшонах.